алексей приветствую подписчиков канала компания рада строй сегодня хочу рассказать и показать как я пользуюсь своей печкой не лжа видео уже на канале были у меня как я распаковывал как я ее зажигал печка феррингер камин такой печь камин там есть особенности эксплуатации некоторые и в том числе я когда купили эти печку эту печку долго разбирались как ее зажигать почему-то накоптил и почему-то не зажигалась плохо горела за некоторое время и и эксплуатации я набрал определенного опыта сейчас запалю и покажу как в принципе это делается чтобы все было нормально все нормально горела на втором этаже бани у себя дома такая вот печка не уже у меня она уже где-то порядка наверно трех лет я ее ну раз там вместе примерно топлю когда собираются гости сегодня как раз у нас женщины собрались попариться возможно посидеть пообщаться посмотреть какой-то фильм тут проектор у нас есть такое помещение отвлекусь немного от темы печки здесь народ спрашивает что за черная труба которая уходит в пол и как вообще устроен дымоход печки здесь было здесь есть отдельное видео на канале я ссылку укажу на это видео это видео называется две печи в один дымоход здесь у меня есть печка еще термофор но там внизу огонь батареи пятерка стоит сейчас немного опущусь покажу печка такая популярная тоже обзор есть ссылку размещу на канале в россии достаточно популярную модель и сначала у меня была вот эта печка и когда я решил второй этаж обустраивать у меня раньше эту печку я топил и там принципе на втором этаже было тепло все хорошо грелось дымоходе как соответственно был сделан к этой печке общая длина дымохода примерно ну метров пять наверное пять может быть чуть больше но когда я купил эту печку меня была такая дилемма либо делать новый дымоход либо еще что-то мастерить я решил особо не распространяться не примудряться сделать сюда врезку в этот дымоход и установить печку прямо непосредственно сюда был сделан у нас такой переходник из нержавейки по принципу ласточкин хвост мы здесь с отцом сделали отверстия в кожухе там внутри нержавеющая труба нержавеющую трубу отец сваркой вырезал отверстие выпилили такой ласточкин хвост и вставили впритык к этой внутренней нержавейки подседили печку все нормально работает тяга хорошая тяга сохранилась проблем никаких нет ну давайте перейду к печке непосредственно буду рассказывать показывать как все это делается для начала ну покажу что печка я пользовался не так давно допустим может быть недельки полторы здесь вот залы столько собралось очень хорошо прогорает зала не остается практически ничего вот это взяла это примерно три может быть четыре даже топки когда топка была практически битком набита стекло стекло здесь сделан обдув на стекле хорошо все обдувается и вот стекло я не чищу уже который там месяц даже может быть год немного собирается такая вот пыль после топки сейчас я смахну тряпочкой немножко эту пыль и стекло снова чисто и без проблем можно дальше топить и так непосредственно самим фенгер я общался в том числе он мне звонил мы консультировались как правильно разжигать отмечу что здесь дрова ну топка не такая по размеру большая сороковки здесь не влезают эти дрова примерно 30 сантиметров на 35 максимум вот я собрал для растопки печки следующий набор как который я буду использовать это крупные дрова причем даже вот это вот немножко ганиловатая дрова сосна но ничего страшного все будет нормально для начала мы укладываем крупные дрова вот эти более-менее аккуратно чем оправданных уложить чтобы они легли дрова не должны соответственно подпирать стекло и сильно выбирать вот так я уложил вот этого кстати сейчас вот на улице порядка нуля весна вот этого количества дров достаточно чтобы вот это помещение примерно она где-то 6 на 5 помещение вот это протопить и тут будет ташкент вот когда вот это все прогорит больше даже и не надо и так сначала укладываются у нас крупные дрова потом как я делаю ну там можно делать по-разному можно использовать разные средства розжига но я лично беру немного бересты я принес специально бересту когда заказываю не сосновые дрова дрова из березы немножко обрывая бересту и получается мне вот такой наборчик бересты я ее конку соответственно бересту складываю в пакетик сейчас я может быть еще включу освещение так такого-то объектив поближе и соответственно на это уже бересту сейчас мы уложим более мелкие дрова сверху таким образом все дрова должны быть сухими в этом печке нежелательно использовать влажные дрова эти дрова они уже высохли у меня зиму пролежали уложу аккуратненько сейчас на паузу поставлю чтобы двумя руками орудовать это их уложил там у меня внутри комочек бересты где-то вот его видно принцип такой розжига этой печи что я вот разжигаю вот эту часть и сначала воспламеняются вот эти маленькие дровишки и тут горение и верхние многие опрос задавали как же так там должно быть снизу на самом деле конструкция этой печи таково что горение этой печки именно сверху то есть сначала загораются эти маленькие дровишки потом немного охватывает пламенем больших дрова и так вот идет вниз сейчас возьму лучинку или спичку зажгу бересту и посмотрим как она будет разгораться кусочек бересты положил вроде бы основная часть бересты занялась пошел дымов вот эту часть регулировка отдувала открываем по максимуму и для начала я оставляю небольшую щель помещение холодно было дымоход холодный пока он не прогрелся возможно небольшое количество дыма будет попадать помещение для того чтобы огонь хорошо разгорелся и окончательно перейти в режим горения на основе поддува я перевожу печку в такой режим что немного приоставляю оставляя приоткрытой дверку ну да спустим там буквально пол сантиметра пока тяга не занялась и вот мы видим процесс такой происходит присутствует дым в печке но по мере прогрева дымохода и того как план будет разгораться дым будет количество уменьшаться и здесь видно как горят дрова дрова горят именно по своей поверхности тяга неплохая сейчас вам слышно как гудит печка сейчас разгорится дымок и стекло вот это распотеется партийся немного конденсатом она изнутри покрылась вот так в принципе быстро зажег без проблем с первого раза береста прогорела начали гореть небольшие дровишки и в том числе вот эти вот уже крупные дрова тоже начали загораться для того кто любит наблюдать за огнем это вот очень хороший вариант печи очень красивое пламя сейчас посмотрим может удастся нам все эти режимы поснимать пламени здесь вот есть кресло такой языке где можно посидеть понаблюдать за огнем под огонь потрескивает очень красиво горит панорамное стекло дает возможность смотреть как разгорается никаких проблем при такого вот если все эти рекомендации выполнены никаких проблем с растопкой и розжигом нету вот эти прогорают маленькие дрова когда прогорают которые сверху положил они начинают осыпаться вниз и дополнительно дают импульс для разжигания дров полностью закрывать дверь и закрывать поддув в таком режиме пока еще рано из моего опыта я такое наблюдение сделал суть в том процессе что печка должна набрать определенную температуру сейчас возможно я пирометр еще принесу понаблюдаем за температурой эта печка позволяет осуществлять перорезное горение во время перорезного горения газов но немного в теорию отвлечемся во время горения дров любых дров там допустим здесь осины там какая-нибудь сосна там береза дрова выделяют 14-15 видов различных газов и эти газы они могут гореть разными цветами там зеленым голубым фиолетовым очень красиво и для того чтобы перевести печь в режим вот этих перорезных газов догорания нам нужно что сделать дождаться пока температура внутри печи достигнет порядка 700 800 градусов вот этой поверхности в так при такой температуре вот этот дым который сейчас мы наблюдаем он там вот вьется этот дым сверху он начинает выгорать то есть вместо того чтобы допустим выходить в дымоход этот дым начинает сгорать внутри печи и мы будем наблюдать картину красиво медленном горение перорезных газов что увеличит кпд печи то есть есть получается процентов 90 сгорает и газов и дров и в то же время это отдельное зрелище для того чтобы наслаждаться горением газов для того чтобы смотреть как это красиво сейчас посмотрим как бы это разгораться возможно я вам покажу как это будет выглядеть будет интересно достаточно так принес пирометр пирометр показать несколько параметров здесь вот показывает он что помещение небольшой минус даже минус один градусов минус один градус и влажность тоже показать влажность 30 процентов сейчас посмотрим вот я где-то назад именно минут пять назад затопил печь так у нас достаточно холодный металл но 10 градусов здесь посмотрим вот этот чугунная плита сверху она уже где-то 80 градусов когда печка разгорается можно здесь мне чайник вот стоит можно чайник спокойно кипятить нормально получается что еще интересного можно замерить но здесь вот через стекло когда замеряешь показывается в районе 100 120 температура стекла сейчас я стекло попробую приоткрыть чтобы дым не пошел аккуратненько сначала чуть-чуть приоткрываю но дымок немножко выходит все равно смотрим около 300 градусов там угольки вместе горели до 500 прикрываем для чего я эти замеры показываю для того чтобы перри показать как каком состоянии можно перейти на первый режим перорезанного горения сейчас печка еще подразгорится немножко потом вот вы видите когда будет 700 800 градусов примерно угли можно будет дверцы полностью прикрытие немножко перекрыть подачу воздуха печку и начнут выгорать газ как видно уже сейчас топка очистилась то есть уже процесс более чисто горение идет но 1 перорезаного горения пока еще не получится потому что температура как я показал еще недостаточно надо будет еще немного чтобы дрова разгорелись как видно вот несмотря на то что весь вот дымоход не такой высокий здесь вот порядка там полтора метра и сверху еще на 3 метра там всего тяга хорошая общался тоже с феррингером они там ссылались на какие-то следования очень-очень научных очень умных ученых которые доказали что в принципе длина дымохода не так сильно влияет на тягу в данной модели печи поэтому я в общем-то ему доверяю но и в принципе видно что все хорошо горит все хорошо вытягивает так что сейчас вот еще немножко понаблюдаем за пламенем загорятся большие дрова температура внутри топки встанет где-то 800 градусов и мы печь попробуем перевести в режим перорезаного горения дрова где-то на процент на 20 наверное загорелись видно что пламя уже неплохое но как я вот уже говорил пока еще рановато переводить режим печки переводить в перорезаный режим потому что еще много вот этих дров они не воспламенились и они создают определенную прохладную прохладу или как там недостаточно температура тут 800 градусов нет пока поэтому если закрыть еще перорезаного пламя не возникает хотя уже есть попытки воспламенение дыма но так мы видим и дым еще присутствует начинает дымиться поэтому еще рановато надо подождать минут 10-15 еще можно приоткрыть дверцу чтобы тяга у нас была получше и дождаться когда вот эти вот части дров они будут воспламенены температуру мы там попробуем замерить пирометром будет порядка там 800 градусов сейчас температура пока стекла 200 внутри порядка 500 600 градусов многие еще подписчики задавали вопрос по поводу удобно ли сидеть рядом с печью не жарит ли она там не пышет ли она видим посмотрим температуру кожуха как мы видим температуру кожуха очень приемлемая то есть здесь вот внутри вот эта вот крышка сверху снимается там видно внутри камни изложил и хороший хорошо достаточно печка экранирована от излучения такого жесткого и если что-то поверхность нагревается но от нее идет тепло вверх поэтому если вот метр полтора сесть наблюдать за пламенем то вполне комфортно получается здесь его температура где-то максимально ну разогревается может быть там до 30 до 50 до 100 градусов когда печка уже перешла в хороший режим то есть она не жарит таким будем так говорить жестким излучением чтобы было некомфортно здесь сидеть около этой печки и что я еще хотел показать сейчас у нас как я уже сказал основная часть дров когда будет в пламени я еще раз замерю температуру внутри топки и мы попробуем печка перевести в пиролизный режим режим горения газов и вместе понаблюдаем как будет красиво как она будет красиво гореть и так прошло где-то минут 20 наверное здесь мы видим уже то что дым как таковой он с небольшим количестве появляется но в целом вот уже там пиролизное горение появилось сверху вот его видно такой разноцветные языки пламени это уже дымок он не убегает в этот в дымоход а горит а сейчас я примерно немножко аккуратненько вы приоткрою дверку чтобы не сильно дым пошел замерим внутри температура температура у нас где-то в районе 700 градусов для того чтобы было отличное пиролизное горение нужно где-то 800 градусов того еще немножко мы печку в режиме подсоса воздуха оставим чтобы она разгорелась и потом дверцу прикроем и будем уже непосредственно наслаждаться красотой горения пиролизного газа хотя уже и сейчас да мы видим что уже классно все горит красиво но еще чуть-чуть надо подождать немножко ну и вот наконец дождались мы этого момента прошло порядка наверно 40 минут я сейчас закрыл полностью дверцу вот эту внутри печки никакого дыма нету и появляются вот такие эффекты очень красивые это как раз как видно здесь достаточно прозрачное стекло и дыма нету тот дым который должен уходить дымоход он на самом деле в дымоход не уходит даже сейчас от ради интереса можно выйти посмотреть дыма никакого не будет а будет вот как раз здесь вот такой пламя чем красиво появляются разные такие вот разноцветные вам сверху бывает такой план как северное сияние такие эффекты сейчас может быть подождем немножко не появится когда там газов накопится получается но если что похоже не очень качественная дрова я заложил вот это вот вы как видно вообще что-то не горит как кассина не горит без керосина говорят в народе какой там внутри такой трех левенькой что-то попалась но тем не менее дровишки были сухие достаточно и в целом все получилось нормально пламя при этом когда уже дым дыма нету начинает приобретать такое красивое медленное течение горения увеличивается гораздо кпд снижается скорость горения печи сейчас половим немножко подождем хочу показать просто как она бывает когда сверху нам начинает горение это возникать можно поймать когда горят газы такие вот эффекты достаточно забавные иногда бывают такие вот факелы красивого оттуда идет такой факел красивый спирролизных газов иногда бывает такое сияние там сверху они скапливаются начинают переливаться все зависит конечно это качество дров от правильности их сушки и так далее но в целом очень красиво получается достойно того чтобы наблюдать вот сидеть как-то смотреть как я говорил уже тут 14 15 видов газов разно сгорает с этих дров и они конечно камера наверно не передаст но горят паром такими этими радужными с полохами присутствует синий цвет зеленый цвет голубоватый какой-то сиреневый цвет может присутствовать в целом выглядит они очень так классным красиво каждый раз по-разному никогда не надоедает говорит смотреть на этот процесс можно бесконечно